Обязательно. Он уже, вот мы его отправили, все документы, у нас попросили все документы в Общенародный фронт, вот это движение. Мы туда в первую очередь, они с нас запросили протокол общего собрания. Если будет возможно, вот здесь присутствует председатель общественной палаты района, Александр Шустинов, если можно будет, то какие-то документы, начиная, пожалуйста, с решения протокольных, да? Да, сделаем. Да, и участие или ответы с Госадмотехнадзора предоставить общественную палату. Есть, есть. Могу вам сказать, бассейн там есть такой товарищ, бассейн, который отвечал, что, извините меня, в эту компетенцию, вот это вот, что у нас здесь проходи, не входит, они отвечают только за новые дома. И отслеживают, когда меняется высота там потолков, изменяется конфигурация внутренняя, здесь у вас ничего не подошло. Поэтому они считают, что это была перепланировка. Да, к техназору. Да, да, бассейн, да. Суд, который 25-го числа должен был состояться, с какой формировкой? А потом, у нас берут улицы, вакуумные, тысячи машин идут, 24 часа. И все, и это же вибрация идет. Так, пошли, пожалуйста. То есть перепланировку нельзя проводить без решений собрания журнала? Боего никогда не будет. Да, его не было. Потому что общественная палата сейчас стоит на воздухе. На воздухе, вот здесь нет, вот, вот. А мы не знаем, как у нас плиты вот поведут себя, и сколько, и сколько, и сколько это самое, чего. Кстати, вот эту экспертизу, которую вы держите, вот эту держите, внезапного, там написано русским языком, внезапного обрушения дом нету, но нам приходили сюда строители и сказали, коротко и ясно, через два года ваш дом поплывет. А может быть и раньше. А может быть и раньше, да. А здесь, что, нашей жизни, вот здесь, почему Букин уступился потом, и здесь подчеркнулся. Скажи про вибрацию дома. Сейчас тысячи машин идут. А я тебе уже не сказала, они слышали. И здесь написано, вот здесь вот, коротко и ясно. Все 24 часа. И почему он сюда стал ездить, почему он стал ездить, потому что здесь написано, что в дальнейшем проживание жителям, это самое, угрожает опасность. Позавчера мы зашли сюда, нас тоже привело. Да, в Народный фронт приезжал как-то, да. С Эдуардом, вот это, ну, не очень. Как вот эта вот стена капитальная, висит плита между капитальной стеной, вот так, рукой. Да, рукой. Я вообще не знаю, что нам делать. Вы понимаете, что нет? Нет, нет. Вот сейчас разрушен наш частный рост, так как говорят. Я бы вам показал. Все, прекрасно, все. Вы бы сказали, не может быть. Все жили, а 56 квартир, я понимаю, а 56 квартир, меня прям. А гора в подвале ушла, и висит капитальная стена. Значит, суд вынес решение. А это в подвале видно? Это в подвале? А в этой квартире. А хозяев почему нет? Ну почему нет? Может, они бреются. Будет платить город. Почему нет? Вот все нормально. Когда пять отбойных молотков, я пришел и сказал этим узбекам. То есть трещины пошли с момента реконструкции. Да. Здесь написано. Я говорю, почему пять отбойных молотков? Ведь можно семь. На меня посмотрели. Это по первой экспертизе. По первой экспертизе. Нет отбойных молотков. А ведь как хорошо было бы семь молотков отбойных. Сразу бы все развалилось. Смотрите, читаю вам. Причиной появления усадочных трещин могла быть вибрацией конструктивных элементов жилого дома от работы электроинструмента, применявшегося при демонтаже конструкции стен и перегородок, или нарушении технологии производства работ. Вот что тут написано. А что заключение? Дальше. В заключении написано, значит, рекомендация исключить проведение строительно-монтажных работ по переимпланировке помещений на первом этаже на квартире на жилом доме ударным методом демонтажа, то есть отбойными молотками, перфораторами и другими ударными инструментами. Работа по переломовке должна осуществляться методом алмазной резки с последующим поэтапным разбором демонтированных несущих деток. Заделка существующих дефектов несущих ограждающих конструкций методом инъекцирования ремонтных составов в толщину конструкции. Это не зависит от экспертиза. Кто эксперт? Кто делал экспертизу на полу? Москва делала экспертизу, Москва, экспертизу 21 век. Что такое? 150 тысяч. Я хочу сказать свое мнение личное. 150 тысяч заплатил? Я думаю, вот эту всю ситуацию, ее надо разделить на две, на три раздела. Значит, если тут вот сейчас мы обсуждаем трещины и все остальное, мне кажется, это одно, это уже, на мой взгляд, даже это второстепенно. По-моему, даже наиболее важное в этой ситуации, это как это вообще могло допуститься, разрешиться и начинать вот это все. А никто не разрешил? Вот вопрос. Поэтому, и это вопрос в первую очередь, все те, которые знали и не приняли остановку вот этого беспредела, они должны понести заслуженное наказание. Но по меньшей мере лишение своих мест в администрации, начиная от самых-самых верхов, всех архитекторов, которые принимали и знали это участие. И, я не знаю, ну, каким-то образом, прокуратура. Что отвечает? А прокуратура ничего не отвечает. Прокуратура спокойно пишет, что никаких нарушений нет. Что это самое, как ее, директор компании ООО Марсель, майор Викторовна, предупреждена, что это самое, они несут за нас полную ответственность. И что-то случится, они будут... Ну вот они, все здесь, конечно. Это надо, знаете, копировать все и вам отдавать, чтобы у вас тоже было. Крещения на реконструкцию не было и нет. Это самодеятельность. Без сну простую. Я вам еще раз сказала, мы брошены были одни в городе. Если этот вопрос не будет доведен, то это будет продолжаться. Больше вопросов у нас не было. Мы были брошены одни. И вот сейчас. Нет, 21, 21, 21. А какая у вас управляющая? Это так ее... Так, вот, северянка. Питерцев, Питерцев, Питерцев. Вообще еле, 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 настолько для того, чтобы что-то это самое сделать, надо ходить по 2-3 года сюда в администрацию, чтобы тебя включили, чтобы тебя это самое, чтобы тебя заключили. В общем, я хочу сказать, что сейчас, сейчас, я вообще не знаю, что будет дальше с домом. Потому что, сами знаете, во всей этой слощины сейчас идет зимой. Насколько уже это? Все, вода затекает. Все, ничего делать? Ничего делать не надо. Я говорю, мы свой дом берегли, как зеницу ока. Как зеницу ока. Самое интересное, что, когда мы обратились к этому походу, все, к Александру я пришла, я говорю, субтитры сказал, вы знаете, совет, пожалуйста, говорит, мы не можем платить вот эти вот 7-8 квадратных метров. Говорят, мы, говорю, собираем, говорю, мы живем в таком доме, мы платим и будем. Он не старается, я с этим не буду. Можно.